Музыка Ты моя куклачевская кошка Блин, на лету прям это запрыгивает Людь, ты куклачевская кошка, а? А? Ты моя девочка Вот где я, там я знаю Она везде со мной Не везде она со мной, да? Лето как разросся Прям, вот я говорю, все вьюные Это мои все цветы Они вот у меня вот хорошо растут Вьюные И за лето буквально Как попер, попер, попер Как попер, попер, попер Попер, попер Что у меня Люська тут бегает Моя козулечка Все время со мной рядом Бегает прям у меня цвет от меня Они и спят со мной все И знаешь, так обнимают меня Прям обнимают, обнимают Я говорю, вы что меня так любите, да? Я вас тоже говорю, люблю всех Всех люблю, жалею От всех плачу Что такое деревня? Деревня это место, где ты находишься в свободном действии И от кого не зависим Ты зависим только лишь от природы Деревня это не место зависимости от людей Ты только зависишь от природы То есть если природа Там как бы не дала возможность Быть, допустим, водоемом То ты будешь зависим от этого То есть тебе придется искать воду Если природа не дала, допустим, какой-то растительности Ты будешь зависеть от этого И будешь искать эту растительность Вот и вся зависимость То есть ты более свободный там Там нет вот этого человеческой зависимости А на природе, конечно, хорошо Потому что действительно Вот мы, помню Когда только родители купили дом в деревне Для нас это вообще было, конечно, очень новое Потому что, я говорю, я городская Мы никогда в деревне-то не жили Понятия не имели, что такое деревня Глупая девчонка была Вообще не понимала, что это такое Первый раз с этим столкнулась Скажут, опять она смотрит куда-то и не туда-то Вот Ну я же Юльке рассказываю А вы, соответственно, смотрите на меня А я смотрю на Юльку Мы приехали когда-то в деревню Для нас, конечно, это было что-то Для меня вообще было это Я попала в какое-то новое место Потому что вообще меня тянуло на природу Всегда Даже живя в городе Меня всегда, я всегда в лесу ошивалась Слово такое интересное, да? Нехурошие кто-то скажет Ну реально, мы очень часто ходили в лес То походы себе устраивали То просто в лес ходили Ну и папа, кстати, у нас очень любил лес Он и охотник, и рыбак И поэтому он всегда меня с собой брал в лес И поэтому меня всегда тянуло на природу И, соответственно, когда мы приехали в деревню Для нас это было, конечно, что-то с чем-то Я вот честно вам скажу Я приехала как будто в рай Я почувствовала себя свободной Ну реально, свобода в том, что ты просто Вышел на улицу Ты не должен думать о том, что одеть Как себя в порядок вести Вот как ты встал с постели Так и вышел на улицу И по траве пошел Босиком Особенно до боросе Она такая холодненькая Такая приятная И ты по этой травке У нас еще у двора У нас вот чем мне нравится наша деревня Там нет ограничений в заборах Там у нас только лишь забор стоял так Чтобы животные не заходили в огород А двор весь открытый То есть ко двору подходишь Он полностью открытый Если в особенности сейчас у людей Просто, я не знаю, вот так вот стену ставят Каменную или железную стену Отгораживается Тем более в деревнях Я вообще в шоке Отгораживается от всего и вся В буквальном смысле Я уже удивляюсь, в деревне-то зачем это делать Потому что, ну что ж ты там спрятал такое Что никто чтоб не видел Это ужас А опять скажем, сравниваю А у нас была открытая вот эта вот местность Очень большая территория около двора И на ней вот этот спорыш растет, да Птичая травка наша, спорыш Красота такая Она мягонькая И у двора всегда чисто Вот что вот у нас там Молодцы в деревне Частоту всегда соблюдали И не то, что сейчас Сейчас босиком-то пройти-то Это Господи, не дай бог Пройдешь и еще без Ног останешься Никаких, ни стекол не валялся Ни гвоздей Ничего Всегда мы У нас папа вообще был Чепетельно к этому относился Потому что он сам любил босиком походить Мы всегда у двора бегали босиком Двор открытый был Красота Вот эта травка Мы могли на нее просто лечь полежать Потому что она чистенькая Вот это вот ощущение свободы Что ты можешь выйти В чем проснулся В чем мать родила Да, в чем мать родила Нет, в чем мать родила Это уже нолизм Это нельзя Это все-таки бабушки там рядом живут Нельзя, нельзя А вот то, что ты можешь спокойно Не думать ни о каких вот этих вот Как тебе сказать Ведь чем ограничивает город людей? Зависимостью То есть ты всегда Сделаешь то Чтобы от тебя не осудили другие Вот это вот самое страшное В людях существует Всегда мы боимся осуждения Это очень плохо И там вот эта свобода Ты вышел Босиком прошелся Насладился Ты можешь крикнуть Ты можешь шепотом сказать Ты абсолютно свободен Ты никого Тебя ничто И никто не ограничивает И вот этот запах Который стоит там В воздухе Он ни с чем не сравнимый Потому что там пахнет Чистотой Чистотой природы Там пахнет цветами Пахнет травой Особенно утром Когда ты утром рано встаешь Этот запах настолько чистый От росы От запаха первого солнца От запаха цветов Ну вот ни с чем не сравнимый Находясь там Ты себя ощущаешь человеком Ты чувствуешь какую-то Ты видишь природу Ощущаешь Что ты здесь Что-то на земле значишь И вот этого Очень не хватает в городе Конечно же В деревне Совершенно другое Ощущение там А сейчас расскажу Смешную историю Из деревенской жизни Это было у нас там Как раз в деревне Ну мы конечно Как говорится В деревне еще опыт никакой Ни у мамы Ни у папы Мы только приехали И стали осваивать Деревенскую жизнь Ну купили поросят Купила баба поросят К нам из соседнего Из вообще Это другой район И село как бы от нас Не так далеко находится Но далековато Ну как бы ехать надо И мужчина короче На лошади приехал Короче с поросятами Ну и мама купила Двух поросят Маленьких малышей А так как он ехал По этой дороге Я не знаю Не запомнили что ли Дорогу Эти поросята Вы представляете Мама-то не понимала Что это Как их нужно Это закрыть-то Она их в сарайку-то закрыла И все Ну и пошла Думает Пойду приготовлю Там им Что покушать Давай Что Прихожу Говорит Открывая сарайки Нет поросят А поросятки маленькие Вот такие Я даже помню Вот такие вот Небольшие они Уже не молочные Но маленькие еще Нет поросят А куда Да А они дырку выкопали Под сарайкой И в поле А там за нами поле Все поле Чистое И удрапали в огород Вы понимаете Там Там огороды не загорожены Там эти Где картошка Там ничего не загорожено Все открыто И после идет поле И они вот туда Удрапали Короче Нашли мы их Мы их кое-как поймали Мы их бегали Ловили Ловили этих поросят Кое-как Они хрюнько Пищат Визжат Короче Кое-как поймали Посадили обратно В сарайку Все закрыли Вроде там заделал Папа Чтоб они нигде Ничего не вырыли Фиг вам Если Животное требует Свободы То эта свобода Должна быть Преодолена Пришла мама Значит И покормила Все нормально Сидят Все Чинарем Дело к вечеру Мама пошла кормить Заходит Нет поросят У мамушек Где поросята А и что Они опять нарыли яму Да еще и поглубже И удрапали Этим же полем И дорогой пошли Короче Где-то они Километров Семь преодолели Вот представляете Маленькие поросятки Сообразили Куда идти Бежали вдоль дороги Бежали домой К мамке А там мужики Уборочная была Или что-то на поле делали Ну не важно Короче Трактористы ехали Они говорят Мы едем по дороге И смотрим Поросята бегут В поле Такие стоим И думал Нифига себе Деревня далеко Километров семь точно Откуда поросята-то? До деревни вроде далеко Откуда поросята? А они бегут Прям драпают Вы понимаете Драпают Ну и короче Они остановились И давай их ловить Поймали А Папа поехал Искать И на мотоцикле И едет Короче И встречает мужиков И мужиков Спрашивают Мужики А нет Он едет И мужики его спрашивают Не нужно продать поросята Он говорит Да вон только что купил И что? Удрапали куда-то Они хохочут Говорит Так это ж наверное Мы твоих везем А он где? Да вон Говорит Они их посадили Там в кабину Говорит Вон они Говорит Сидят Мои паразиты Ну что говорит Говорит Давай нам хоть бутылку За то что мы Тебе их поймали А ну раньше Все расчеты шли Знаете Бутылка Это была Валюта В 90-х годах Это была главная валюта На селе Ну что Раз поймали Слава богу Говорит Они уже до села Дошли до другого Там бы Говорит Их перехватили Собаки Или еще кто-нибудь И все Ну поехали Говорит Приезжает Папа значит С мужиками Мама говорит Не поняла Вроде поехал Поросята А где поросята Мама говорит Доставай Мать бутылку Мужики вон Поймали Аж вон У села Ну что Пришлось бутылку дать Что делать С поросятами Мужики говорят Так вы Сделайте Перевязки на ногах Переплести Типа На веревочке Поставьте Они бегать Далеко не будут Отвыкнуты Они к мамке Бегают Потому что Оторвали Видать От мамки От детьки Они из-за этого И бегают Короче У нас день Был кошмарный Мы за этими Поросятами Как угорелые Носились Мы так От них устали Но потом Стояло у них У них корыта Они купались Там чистенькие Всегда И всегда У двора Были Никуда Не уходили Все животные Гуляли У двора И птицы И все Абсолютно Такая вот Поросят И вот она склона вдвоем выгуливается. Это у них, знаете, друг к другу они ходили. У нас полежат, поваляются, пойдут к ним, полежат. Вечером, как положено, идут домой. Это идет к себе домой, этот идет к себе домой. Вообще даже не загоняли. Они сами приходили, заходили в сарайку и все. И до утра, если мама выпускает рано свою, то она идет за ним, за нашим. И вот так они друг к другу ходили. И вот прямо, знаете, жалко даже было их колоть на мясо, потому что действительно они настолько, как люди себя вели. Вот как брат с сестрой, мы всегда так смеялись и говорили, ну надо же такие. Вот вроде животное бестолковое, а все ведь понимают. Они вместе везде ходят, вместе едят, вместе как бы это. И по домам расходились, как положено. Вот вам, пожалуйста, да, животное. А мы говорим, мы люди разумные. Да, может, мы не настолько разумные, сколько просто трещать умеем. А вот они не умеют разговаривать, но у них свой там язык, конечно. Так что вот так. У нас сегодня день просят.